Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Телепроект покинули Настя Иванькина и Никита Тетерин. Настя пишет. Я не жалею ничуть, что побывала в этом замечательном месте. Я оставалась сама собой, шла всегда до конца и никто не смог меня сломать. Илья Кротков и Аня Малько заселились в ВИП-дом. Участники проекта замечают, что они сделали это без особой радости. Нет блеска в их глазах. Саша Гозиас и Костя Иванов ездили подавать заявление в ЗАГС. Попытка не удалась, потому что Костя все еще не получил свидетельства о разводе. Гозиас пишет. Перед тем, как жениться, нужно разводиться. Вот некоторые комментарии их подписчиков. А разве предложение уже было? Или они просто конкурсу миллион на свадьбу готовятся? Оказывается, чтобы жениться, нужно развестись удивительно. А чтобы покушать, нужно рот открыть. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. Ребята обсуждали тему страхи мужчин. На Олимп пригласили Степу Менщикова, семью Салибековых, Настю Лисову и Дениса Козловича. Это счастье сидеть на Олимпе в такой прекрасной компании, пишет Степа. Кристина Дерябина и Оля Жемчугова отдыхали в караоке. Кто считает, что мы не красотки, тот должанский, подписала этот снимок Оля. Илья Ебаров очернил в своем видеоблоге Настю Волынец. Он рассказал следующее. «Мы были в бане с Ивановым и Барзиковым. К нам зашла Настя. Ей захотелось мужских комплиментов, и она пришла к нам, голодным волгам, в баню. Волынец была под виноградным соком. Барзиков стал к ней приставать. Я тоже хотел с ней переспать. Девчонка видная, одинокая. Даже тогда не думал о своей должности, что могу лишиться работы». Теперь новости с Сейшелл. Саша Задойнов неудачно пошутил. Он прыгнул на девушку, которая была верхом на Барзикове, и чуть не сломал ей шею. Вот некоторые комментарии зрителей. Есть же такие люди, которые головы вообще не думают. У Саши как не было мозгов, так и нет. Ну а с девушкой Алисой, к счастью, все в порядке. Она потом даже участвовала в драке и за Ваней Барзикова. Для кастинга «Дом-2» завели отдельный аккаунт в Инстаграме. Теперь Надя Ермакова не будет вести кастинг на своей странице. Многие замечали, что она часто игнорировала юных и красивых девушек. Отсеивала тех, кто ей не нравится. А теперь судьбу потенциальных участников будет решать целая кастинг-группа. Саша Габозов приехал посмотреть настройку, которой заведует Андрей Чуев. Сегодня в первый раз приехал посмотреть, что происходит со строительством дома для моей мамы. Чу, и спасибо тебе большое за то, что ты делаешь для моей мамы. Спасибо тебе за дружбу. Дай Бог здоровья тебе и твоим близким. Состоялась встреча Татьяны Владимировны Африкантовой с фанатами. Сегодня была встреча с подписчиками на Поклонной горе, пишет Африкантова. Кто-то из вас сказал, боюсь ли я за свою жизнь. Пришлось приглашать охрану. Все живы и здоровы. На встречу пришло около 15 человек. Ксения Собчак, в прошлом ведущая Дома-2, открыто заявила о своей беременности. Ксения ведет конкурс «Новая волна», который стартовал в Сочи. Когда зашел разговор о популярной мобильной игре, Ксения перевела этот разговор на свою беременность. «Я уже поймала своего покемона», – сказала телеведущая, трогая живот. «Вот, никакими платьями уже не скроешь». И зрители наградили будущую маму бурными аплодисментами. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.